Сегодня в выпуске новый, небольшой, но очень мощный котел Zota Box 10. Сейчас выясним, чем он отличается от младшего собрата Zota Box 8 и от других котлов, которые выпускаются компанией Zota. Здравствуйте! На весенней выставке салон каминов 2020 мы уже восхищались тем количеством уникальных и очень интересных котлов, которые выпустила компания Zota. Ну а к этому отопительному сезону они подготовились основательно и выдали сразу несколько очень интересных новинок. Среди которых Zota Box 10. Тем, кто впервые видит этот котел, может показаться, что он похож скорее не на своего предшественника, не на младшего брата Zota Box 8, а на другую линейку котлов Zota, Zota Yenisei. На самом деле так оно и есть. Zota Box 10 построен на базе этого котла и имеет лишь одно существенное отличие декоративный конвекционный кожух, который надет поверх топки котла. Недавно на нашем канале мы рассказывали об отопительной печи другого производителя, который стремится стать водогрейным котлом. Так здесь ситуация совершенно обратная. Это котел, который стремится стать отопительной печью. Ну, конечно же, ею не является. Но в отличие от других производителей, которые также имеют в своем ассортименте отопительные котлы с конвекционными поверхностями, компания Zota единственная, кто заявляет открыто об объеме отапливаемого помещения, который может отопить непосредственно котел, то есть его конвекционные поверхности. И эта комната размером около 15 квадратных метров. Ну, думаю, пришло время заглянуть внутрь котла и посмотреть, какая у него комплектация, ну и, естественно, оценить его внутреннее устройство. Кочерга, она же скребок, патрубок для подключения к дымоходу, он же поворотный шибер и очень солидный совок. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что перед нами прямая копия топки Енисея, того котла, который очень хорошо себя зарекомендовал, и тот котел, который очень удобно топить дровами. Давайте померяем глубину топки. Глубина топки 50 сантиметров. Нижний край топки находится под углом. Ковосники уложены по всей ширине топки, что довольно удобно для использования в качестве основного топлива угля. Уголь будет равномерно гореть по всей поверхности, максимально эффективно отдавая свое тепло стенкам водяной рубашки. Выделенная рубашка здесь, конечно же, простая, и здесь предельно простой зуботбойник, который отсекает пламя, не давая ему напрямую вылетать в трубу. Эффективность котла около 70%. И если сравнивать с ближайшим котлом из линейки Енисея, то 10-киловаттному Zota Box соответствует котел Zota Eнисея 12. 12-киловаттный котел. По высоте эти котлы одинаковые, а вот в ширину Zota Box 8 уже, чем Zota Eнисея 12 сантиметров на 5-6. Ну, а теперь в режиме сравнения пробежимся по всем элементам котла Zota Box 10. На верхней стальной поверхности два чугунных кружка, так же, как и у Zota Box 8, и так же, как у Енисея 12. Единственное, что верхняя поверхность здесь окрашена черной краской, а здесь весь корпус котла покрашен синий эмалью. В отличие от Zota Box 8, все элементы и органы управления вынесены на переднюю поверхность этого котла. Если у 8-ки поддувала регулировалась с тыльной стороны котла, то у Zota Box 10, по аналогии с Енисеем 12, все регулируется на передней поверхности. То есть, поддувальная дверца установлена на ящике зольника. Зольник очень большой, вместительный, довольно крепкий, из миллиметровой стали. И тут же у нас еще спрятан входящий в комплект термометр, который устанавливается на боковую поверхность этого котла. На боковой поверхности котла мы увидим в тыльной части, с правой стороны, место для подключения термометра. У Енисея этот же патрубок находится ближе к топочной дверце. Дверца Zota Box 10 напоминает контурами дверцу Zota Енисея 12. Единственное, что она несколько уже. Но это не мешает удобству загрузки котла. Дверца такая же большая и удобная. Изнутри она дополнительно защищена от прогорания и имеет вот такие вот декоративные элементы. Управление подачей вторичного воздуха в зону горения точно такое же, как и на Енисеи. Дверца зольника также практически не отличается от Енисея. Патрубки для подключения к системе отопления, то есть для подачи горячего теплоносителя в систему отопления, также находятся на верхней поверхности. Исключено за воздушивание котла, и котел будет работать в этом режиме максимально эффективно. Единственное отличие от Енисея да и от Zota Box 8, которые у нас есть в наличии в магазине, это то, что патрубок стал меньшего диаметра. Если у других моделей он дюйм с половиной, полтора дюйма, то у Zota Box 10 это уже дюйм с четвертью. На левой поверхности котла есть патрубок для подключения регулятора тяги. По умолчанию здесь стоит заглушка. И также в левом нижнем углу есть штатное место для установки электротена. Блок тен устанавливается после того, как выламывается этот пятачок с надписью блок тен, и вынимается заглушка, и устанавливается на это место электротен. В тыльной поверхности котла тоже все очень просто. Патрубок для выхода дымохода диаметром 120 мм. В нижней части есть штуцер для слива теплоносителя. И, естественно, есть патрубок для подключения обратки. Обязательно нужно заземлять котел. Здесь же также на задней поверхности есть клемма заземления. По аналогии с младшим собратом, Zota Box 10 имеет шибер. Но единственное, что он не встроенный, а поставляется отдельным элементом. У шибера также есть возможность фиксировать положение заслонки в необходимом положении. Здесь все наглядно указано. Ну и основные характеристики котла Zota Box 10. Его мощность 10 кВт. Он может обогревать дополнительно 15 квадратных метров. То помещение, в котором он установлен, например, это котельная, за счет конвекционных поверхностей, которые по левому и правому боку этого котла расположены. У него топка такая же глубокая, как у ESEA 12 и глубже на 10 сантиметров, чем у своего предшественника Zota Box 8. 50 сантиметров. Очень удобно для топки большими дровами. Котел также может работать на угле довольно долгое время. И уголь очень удобно засыпать через большую дверцу. Котел изготовлен из 3-миллиметровой котловой стали. Может работать в системах отопления с максимальным давлением 0,3 мегапаскаля, то есть 3 атмосферы. На его верхней поверхности есть чугунная плита. Ну и, конечно же, есть возможность расширить функционал этого котла, добавив блок ТЭН к штатной комплектации. Конечно, очень приятно видеть то, что большое внимание в компании Zota уделяет не только конструкции внутреннему наполнению котла, но еще и внешнему виду. Сейчас в современном мире дизайн играет немаловажную роль. Ведь действительно, все новинки технически имеют довольно технологичный внешний вид. Ну и хочется, чтобы такое утилитарное изделие, которое несет простую функцию, тоже выглядело бы элегантно. Вообще, при детальном изучении нового ассортимента компании Zota не возникает ощущения того, что на тебе пытаются сэкономить. И котлы Zota – это действительно те котлы, которые стоят своих денег. Обязательно зайдите на сайт fornax.ru Там вы найдете все котлы из линеек компании Zota, в том числе и Zota Box 10. Ну а наших зрителей в скором будущем ждет еще один обзор новинки от компании Zota. Это котел Lava. Мы также сравним его с тем котлом, на базе которого он построен. И найдем все существенные отличия. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok